Привет, это канал Новостроемы, я Надежда Бросимова, ведущая рубрики «Гид по новостройкам». Весна – это время, когда обновляется природа, а еще это время, когда выходят в продажу новые объекты. Мы подобрали для вас разные новостройки в разных районах Москвы и области, которые только поступили в продажу. Для вашего удобства мы разделили новостройки по классу жилья, срок сдачи всех объектов, примерно один и тот же – 2023 год. На старте продаж цены самые низкие, дешевле уже не будет, цена пойдет только вверх. Кроме этого, у вас есть возможность взять ипотеку под 6,5% годовых до 1 июля этого года. Так что советую присмотреться к тем объектам, которые сейчас готовят застройщики, а там есть что посмотреть. Например, в одном из комплексов Подмосковья цена на квартиры начинается от 2 миллионов 300 тысяч, а в другом объекте строят башни с видом на центр Москвы. Интересно? Тогда оставайся со мной, расскажу подробнее. Начинаем обзор с новостроек комфорт-класса. Стартовали продажи в Мичуринском парке. Монолитно-панельные пиковские дома строят в 5 минутах ходьбы от станции метро «Озерное» на западе Москвы. Цены там начинаются от 6 миллионов 300 тысяч рублей, но за такие деньги можно рассчитывать только на студию. Квартиры классического формата доступны от 10 миллионов 400 тысяч рублей. Это за однушку с 40 квадратов. Самые просторные варианты – это трехкомнатные квартиры площадью почти 100 метров за 20 миллионов 300 тысяч рублей. Жилой комплекс будет состоять из 4 домов высотой от 20 до 30 этажей. Квартиры, кстати, будут сдавать с отделкой. Строят Мичуринский парк на «Озерной» улице. Это недалеко от транспортной развязки и выезда на МКАД, а напротив – в Остряковское кладбище. Из магазинов рядом торговый центр «Мичуринский» с сетевым продуктовым «Биллом». А вот социальной инфраструктурой здесь не так все здорово. До ближайшей школы, например, 20 минут пешком. Паркинг будет подземный, вместимость 179 машин. Следующий ЖК «Комфорт-класса» подойдет для тех, кому интересна жизнь в малоэтажном комплексе за МКАДом. Старт продаж объявлен в ЖК «Живописное» от застройщика «Гранель». Строят комплекс вблизи города Видне, в двух километрах от МКАД. «Гранель» здесь уже несколько лет ведет строительство другого комплекса «Государев дом» и «Живописный» будет располагаться по соседству. ЖК «Живописное» – это 17 четырехэтажных корпусов. Срок сдачи домов – второй квартал 2023 года. Застройщик уже опубликовал рендеры, и фасады выглядят, в принципе, симпатично. Но у меня есть вопросы к генплану. Один из корпусов находится в замкнутом дворе другого. И чем продиктовано такое решение, мне отлично непонятно. Если у вас есть мысли по этому поводу, напишите в комментариях. Для автовладельцев транспортную доступность обеспечивает Симферопольское и Каширское шоссе. До метро 10 минут езды на автобусе. Это станция Анина и станция МЦД «Битса». Близость к Бутовскому лесопарку и строительство трех детских садов добавляет плюсы к этому проекту. Есть варианты от студии до двухуровневых квартир. Цена стартует от 3 миллионов 900 тысяч рублей. Это за студию площадью 25,7 квадратных метров. Цены на квартиры классического формата стартуют от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Самая дорогая на момент записи ролика квартира в ЖК «Живописный» стоит 8 миллионов 300 тысяч рублей. Это трехкомнатная квартира площадью 66,3 квадратных метра. Площадь двухуровневая квартира, самая просторная, всего 80 квадратов, но в продаже пока двухуровневых нет. В 17 километрах от Амукат по Щелковскому шоссе строит ЖК «Финский». Застройщик ЮИТ «Московия» приступил к строительству двухпанельных корпусов на 16 и 17 этажей. Срок сдачи этих домов – третий квартал 2023 года. Цена начинается от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Это самое недорогое предложение в нашем сегодняшнем обзоре. Лот с минимальной ценой – это студия площадью 28,7 квадратных метров. В корпусах есть не только студии, но и квартиры от одной до трех комнат. И самая дорогая квартира стоит сейчас 4,7 миллионов рублей. За эти деньги можно приобрести трешку площадью 64,5 квадратных метра. Квартиры все сдают без отделки. Жить в ЖК «Финский» не иметь. Автомобиль очень неудобно. До ближайшей станции метро, до станции Щелковская – 40 минут на автобусе. До ЖД-станции Воронок – 20 минут пути тоже на транспорте. Путь до Ярославского вокзала займет 55 минут. Для тех, у кого есть автомобиль, предусмотрен подземный паркинг на 1200 мест. Застройщик также анонсирует наземный паркинг. Вокруг уже много магазинов. Пятерочки, Дикси, Вкусвилл. Есть социальная инфраструктура. Например, один из детских садов находится прямо на территории ЖК «Финский». Большая часть корпусов уже построена и сдана. Первые жители жалуются, что во время дождя заливают сокольные этажи и кладовки. Также есть в этих домах проблема шумоизоляции. С другой стороны, очень привлекательные цены на жилье. Что думаете, готовы закрыть глаза на такие недочеты? Напишите в комментариях. В апреле на рынок недвижимости должны поступить квартиры в жилом комплексе «Уна Старокоптевский». Это проект комфорт-класса, который группа компании «Основа» начнет реализовывать на севере столицы в районе Коптево. В начале марта компания получила разрешение на строительство, так что ждем скорого старта продаж. Кстати, у группы компании «Основа» скоро стартует новый проект в сегменте «Бизнес» ЖК «Вэри». Масштабный проект на 1700 квартир будут строить на территории бывшей гостиницы «Останкино». Продажи пока не начались, цены квартиры нет, но советую сохранить проект в закладке. Эксклюзивная интересная локация ЖК будет окружен парковыми зонами, большим и малым ботаническим садом. Давайте перейдем к сегменту «Бизнес» и посмотрим, какие проекты сейчас появились в продаже. Возле Воронцовского парка на юго-западе столицы сразу два проекта бизнес-класса на старте продаж. Это «Афи Воронцовский» от «Афи Девелопмент» и жилой квартал «Эвер» от застройщика «Текта Групп». Обе новостройки находятся в шаговой доступности от станции метро «Калужская» и «Новые Черемушки», а также от строящейся БКЛ «Воронцовская». Ее власти должны открыть в этом году. Локация имеет не только транспортную, но и торговую и социальную инфраструктуру. «Афи Воронцовский» стартует с ценником от 9 миллионов 400 тысяч рублей. Это цена за студию 22 квадратных метра. Максимальная цена на старте 47,4 миллиона рублей. Это за четырехкомнатную квартиру площадью 117,7 квадратных метров. Проект представляет собой пять корпусов переменной этажности. Застройщик «Афи Девелопмент» предлагает на выбор 848 квартир и 180 резиденций. Во всех вариантах – панорамное остекление. Срок сдачи домов – третий квартал 2023 года. В квартале «Эвер» от «Текта Групп» минимальная стоимость лота начинается от 8 миллионов 200 тысяч рублей. Правда, подробнее рассказать об этом предложении пока мы не можем. Продажи только стартовали, поэтому цены на квартиры можно узнать у застройщика по запросу. Уже сейчас известно, что стоимость квадратного метра на старте продаж от 245 тысяч рублей. Квартал включает в себя шесть небоскребов высотой 34 этажа. В подъездах двухуровневое лобби с постаматами и колясочными. Есть интересные варианты, например, квартира с открытыми террасами и зимними садами или квартира с французскими балконами. МР-группы и Левел-группы вывели в продажу, в вторую очередь, Павелецкая сити. Новостройка находится в Даниловском районе в 10 минутах ходьбы от станции Тульская. Представляет собой пять башен высотой от 9 до 46 этажей. И каждая башня носит имя культовой фигуры американского кинематографа. Прикольно звучит. Я живу в башне. Чарли Чаплин. Над архитектурным обликом будет работать бюро спич и в фасадах зданий используется натуральный камень и клинкерная плитка. Цены на старте продаж начинаются от 10 миллионов 300 тысяч рублей. Это за компактную студию площадью 20 квадратов. Классическая однушка площадью 37,5 квадратных метров стоит уже от 13,5 миллионов рублей. Все квартиры сдают с базовой отделкой, которая включает в себя установку сантехники. Дома будут готовы во втором-четвертом квартале 2023 года. MR Group в ближайшем будущем выпустит продажи квартиры еще в двух ЖК. Первый МОД, премиальный комплекс, будут строить в 5 минутах ходьбы от станции Марина Роща. В конце марта они получили разрешение на строительство. Второй проект в сегменте бизнес, Wave, будут строить у Борисовских прудов. 31 марта они получили разрешение на строительство и сейчас идут бронирования. Донстрой объявила о старте продажа второй очереди ЖК-события в Раменках. Проект строит в 8 минутах ходьбы от станции Мичужинский проспект. 5 минут будет до станции Аминевское шоссе. Ее власти должны открыть в этом году. Окружение комплекса это природный заказник долины Сетунь. Вторая очередь ЖК-события представляет собой один дом на 498 квартир. Несмотря на то, что это один дом, там есть переменная этажность от 13 до 36 этажей. Цена на старте от 11,5 миллионов рублей. Есть уникальные лоты, например, двухуровневые квартиры или квартиры с террасами, угловым остеклением или французскими окнами в пол. Также есть варианты с окнами ванной и возможностью установить дома камин. В одной из секций квартиры будут продавать с готовой дизайнерской отделкой. Такие варианты от 14 миллионов 700 тысяч рублей. Переходим к сегменту премиум. МР Групп запустил старт продаж в апарт-комплексе МФК «Слава». На пресечении Ленинградского проспекта и 1-й улицы Емского поля возводят три монолитно-кирпичных корпуса высотой от 9 до 18 этажей. Над архитектурной концепцией и дизайном интерьеров работало британское бюро «Дайер». Застройщик уверяет, дома будут эффектно посвечены, что выделит это здание на фоне старого жилого фонда Ленинградки. Цены на старт начинаются от 18 миллионов 600 тысяч рублей. Это зоопард-студию площадью 31,9 квадратных метров. Однокомнатные апартаменты можно приобрести от 23 миллионов 400 тысяч рублей. Это за площадь 42,9 квадратных метров. Есть квартиры с собственными террасами и потолками до 3 метров 28 сантиметров. Проектом предусмотрена предчистовая отделка «Вайтбокс». Первая очередь будет готова в третьем квартале 2022 года. Застройщик анонсирует разбить собственный сад с многолетними деревьями, фонтаном, прудом прямо во внутреннем дворе. Для игровых и спортивных площадок будет выделено отдельное место. В продажу поступили 782 квартиры с чистовой отделкой. Во вторую очередь ЖК Береговой возле Филевского парка. Застройщик – главстрой. Вторая очередь имеет класс застройки выше, позиционируется как премиум. Это три многосекционных дома высотой от 8 до 27 этажей. Большинство квартир, которые сейчас выставлены на продажу, видовые. Есть пентхаусы с собственными террасами, с видами на реку и Москва-сити. На выбор представлены квартиры от одной до четырех комнат формата евро. Цена на старте начинается от 20 миллионов рублей. Это за однокомнатную квартиру площадью 41,2 квадратных метра. Кстати, застройщик выбрал нестандартный подход к ценообразованию. Чем больше по площади квартира, тем выше цена за квадратный метр. Обычно происходит наоборот. Проект премиум-класса строят не так уж и близко. К метро до ближайших станций Фили и Шелепиха 20 минут пешком. Школу, несколько детских садов, поликлинику и даже спорткомплекс с бассейном застройщик будет строить как раз в рамках второй очереди ЖК Береговой. Проект будет готов к четвертом квартале 2023 года. Кстати, с первой очереди у застройщика были проблемы. Ключи от квартир задержали на три месяца. Кроме того, жители жаловались на неаккуратную отделку в подъездах. Были вопросы к качеству вайтбокса. Очень хочется верить, что с премиум-классом «Главстрой» справится лучше. Ждем начала продаж в ЖК «Хайлайф». Это проект премиум-класс от группы компании «Пионер» в 10 минутах ходьбы от станции «Повелецкая». Проект представляет собой 6 башен высотой до 48 этажей. Застройщик анонсирует квартиры и пентхаусы площадью от 36 до 180 метров. Над архитектурным обликом работает компания «АДМ» и старт продаж ожидаем это весной. А еще мы ждем вашей реакции. Ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на канал «Новострой М». В описании я оставила ссылки на все объекты, о которых сегодня рассказывала. Так что переходите, изучайте. Увидимся, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok